Действительно ли вам были заявлены многочисленные ходатайства в рамках настоящего уголовного дела? В принципе, и по отношению к судье, и по самому уголовному делу. На самом деле, очень много ходатайств и заявлений было предоставлено с нашей стороны. И в прокуратуру, и в правоохранительные органы мы неоднократно пытались донести им, что все это дело полно фиктивными документами. На самом деле, когда эти документы фиктивные, они подписывались. На тот момент я находился на территории Италии, и очень странно, каким образом я мог подписывать эти документы, когда я находился вообще за границей. И мы пытались это, несмотря на то, что и прокуратура, и правоохранительные органы знают о том, что эти документы все фиктивные, но объективные. И никто не пытался решить эти вопросы и рассмотреть ходатайство, как это на самом деле нужно было сделать. Я знаком с Ажаховым больше 25 лет. Я знаю, как он использует правоохранительные органы, как он знает. Он прекрасно знает, как эта система работает. И также пострадали не только моя фирма. Многие фирмы страдали от этого. И если это необходимо доказать, я могу предоставить настоящие документы, подтверждающие эту сферу. Оказывается ли вам достаточно медицинское обслуживание? И если оно недостаточно, то какие медицинские процедуры, по вашему мнению, вам необходимы? В первую очередь хочу сказать, что невозможно получить достаточно медицинское обслуживание, находясь в СИЗО. И причина, по которой я сейчас нахожусь под стражей, это то, что я, находясь на свободе, могу предоставить действительные документы. Это невыгодно стороне потерпевших. Все прекрасно знают, что это заказное дело, которое полно фиктивными документами. И хочу также выразить благодарность пятому каналу за то, что заинтересовались и следите за этим процессом. Если вы подвергаетесь рейдерскому захвату, если вы столкнулись с беспределом в суде, если вы испытываете незаконное уголовное преследование, если вы встретились с произволом чиновников, если вам есть что рассказать, звоните в редакцию. Я хочу сказать про Корнаеву. Она была специально выбрана тоже членом этого всего дела. Не дай бог, чтобы кто-нибудь попал в такие условия. Действительно, они очень суровые и плохие. Я должен признать, что персонал очень добродушно относится. Но из-за нехватки лекарств, техники, врачей, специализирующих в моей области, я убеждена в том, что я не смогу получить необходимое сенское обслуживание, находясь в СИЗО. Читаете ли вы, расскажите, пожалуйста, что судебный процесс ведется с нарушением ваших прав? И если да, то прошу назвать самые основные моменты и детали, когда были нарушены ваши права в рамках уголовного процесса. Тим, в часе, в часах, в часах, в часах, в бездирингию, в основном заинные моменты и дирызды вы думаете, если бы обзор escrito, вы понимаете, что вы определить в москратце? Безусловно, все мои процессуальные права, повторюсь опять, естественно, все мои процессуальные права, выношаются регулярно, прокуратура, да, ведь со стороны судей тоже есть давление. Судья мне на кабардинском языке лично говорил, людей убивают за 100 тысяч, почему-то эти деньги взял и не отдаешь, хотя на самом деле я не брал этот долг. Эти люди так, очевидно, не могли эти деньги получить за столь короткий срок. Судья не может объективно рассматривать дело, я не могу свободно рассказывать свое мнение, просить экспертизы во всем, идут отказы, процессуальные мои права, удаливаются полностью. Перед тем, как было возбуждено уголовное дело в 2011 году, я бы хотел, чтобы дали оценку моей доли в банке, в Бумбанке. Неоднократно писал в прокуратуру, в банк, правоохранительные органы для того, чтобы дали оценку этому имуществу и для того, чтобы эти физические лица смогли погасить этот долг за счет своей же доли. Здесь мы не смогли этого добиться, мы обратились в арбитражный суд в Краснодаре, они приняли решение и оценили имущество, и в ближайшее время мы надеемся, что за счет доли в банке мы сможем погасить весь долг, который брали якобы. Мы не смогли добиться того, чтобы была проведена независимая экспертиза, заинтересованные лица хотели заняться этим вопросом, и в итоге мы решили обрететь этот вопрос. По мере оценки доли в банке и погашения за счет ее задолженности по кредиту исчерпается ущерб по вменяемому преступлению. А до руманна там, где он, что банка, который с ним оценка, 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 с ним оценка. Перед тем, опять-таки, как было возбуждено уголовное дело, я предлагал свою долю в банке продать 160 миллионов рублей для того, чтобы погасить не весь долг, а кредит, который якобы брали вот эти физлица. Но, опять-таки, с этим я согласились. В деле также находится договор о том, что я был готов продать свою долю в банке за 160 миллионов рублей. Почему Ажахов, конечно, Мазаринович, он подстроил все это дело? Дело в том, что с поддержкой Владимира Владимировича Путина у меня был один проект, который был на 80% поддержку со стороны государства. Он знал об этом, и, соответственно, он мне не дал это реализовать. Он действовал по своей схеме, все-таки забрал и мое имущество, и претендует на него. Всем очевидно, что это заказное, фабрикованное дело, которым будет пользоваться тоже Ажахов. Я лично знаю, что очень много других лиц пострадали от этой схемы Ажахова. Я могу документально подтвердить, каким образом он использует правоохранительные органы для достижения своих целей. Я могу сказать устно, какие органы правоохранительные были задействованы, и могу письменно вам показать, какие фирмы были обанкротены, и были обанкротены из-за того, что Ажахов принимает свой цель. Что касается Карнаева, знаю о том, что когда проходили допросы, она самостоятельно не могла подготовить никакие документы и вопросы. Она зачитывала перечень вопросов, предоставленных Ажаховым. Существовали определенные документы, которые должны были отправиться на экспертизу в Ставрополь. Она, поменяв эти документы и поменяв содержание этих документов, отправила уже, можно сказать, фиктивные документы на экспертизу. Я общался с начальником Карнаевой, который признался Шарданов и Милионева о том, что действительно дважды были отправлены документы. В первый раз они были настоящими, подлинными, а в второй раз пытались отправить фиктивные документы в Ставрополь на экспертизу. И когда я лично разговаривал с начальником, была проведена запись органами службы безопасности, наш разговор был записан. И зная то, что Карнаева и Ажахов, они работают вместе, и после того, как я обжаловал это решение экспертизы, меня уже заключили в СИЗО. Если вы подвергаетесь рейдерскому захвату, если вы столкнулись с беспределом в суде, если вы испытываете незаконное уголовное преследование, если вы встретились с произволом чиновников, если вам есть что рассказать, звоните в редакцию. Я сейчас находилась на свободе, я смог бы за короткое время уже прояснить всю ситуацию, но эту возможность мне не предоставляют. Когда я пытался обратить внимание Карнаевой на фиктивные документы, она сразу же отправляла эти документы Ажахову, Ажахов исправлял. В итоге в деле эти документы появлялись совсем иной форме, не соответствуя действительности. Я, доверяя закону Российской Федерации, в частности прокуратуре РФ, показывала фиктивные документы, но после того, как я уже выяснил для себя, что все эти документы фиктивно используются в пользу Ажахова, я решил, что несмотря на то, что существует еще много фиктивных документов, я уже не делюсь этой информацией с Карнаевой, потому что знаю, что она работает в пользу Ажахова. Я знаю, что Россия – это сильная страна, несмотря на то, что существуют такие уловки с правоохранительными органами, с коррекцией, я надеюсь, что рано или поздно все-таки вся правда выйдет уже наружу. И опять-таки хочу поблагодарить весь ваш канал за то, что вы заинтересовались, приехали, потратили свое время. Если когда-нибудь все-таки это выйдет наружу, я хочу приехать и лично поблагодарить вашего начальника Карлова. Спасибо. Вот так. Спасибо большое. Спасибо. Это очень круто. Спасибо. 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 Спасибо.